Финансовый рынок Национальная комиссия сама по себе – это регулятор, который должен отслеживать определенные показатели. Для того, чтобы понять, какой закон нужен для того, чтобы финансовый рынок Украины чувствовал себя здоровым, какие вообще законы принимаются и какие законы сегодня действуют, нужно определиться, какие регуляторы вообще на рынке существуют. Вот финансовыми учреждениями небанковского вида, небанковского типа сегодня занимается Национальная комиссия по регулированию рынка финансовых услуг. Они делают все для того, чтобы рынок жил, чтобы рынок имел определенные показатели, которые не выходят за рамки нормативов, которые они для себя определили. Но если наступает форс-мажор, такой как в 2008 году, и нормативы на самом деле невыполнимы из-за того, что нарушается сам принцип функционирования финансового рынка, то есть в этот момент ни Национальная комиссия, ни Национальный банк, ни Кабинет министров вообще не могут ничего сделать. Они не могут предотвратить остановку работы какого угодно финансового учреждения, будь самого лучшего или среднего, или у того, у кого были проблемы на момент наступления кризиса. Мы знаем, что в 2008 году индекс инфляции, курсовая инфляция по доллару была на уровне 68%. 68% годовых инфляция, 20-25% годовых кредитования финансовыми учреждениями, и того получается 68% годовых человек должен был бы выплатить обратно деньги по кредитам. То же самое происходило и в обратную сторону, 12-15% годовых по депозитам, значит 68% плюс 12, 80% годовых должно было получить финансовое учреждение, должно было выплатить финансовое учреждение своим вкладчикам. Конечно же, ни одни, ни само финансовое учреждение не могли выполнить эти условия. И мы увидели достаточно серьезные проблемы, которые в цивилизованном мире решаются государственной помощью. То есть государство подставляет плечо и дает столько денег, сколько вкладчиков пришло к финансовому учреждению эти деньги требовать. Но существует норматив, существует норматив моментальной ликвидности, который для финансовых учреждений, в том числе для кредитных союзов, составляет приблизительно 10%. 10% — это те деньги, которые обязаны иметь в качестве резервов или быстро ликвидных активов, то есть активы, которые можно быстро продать, имущество, которое можно быстро продать. И деньги на счетах, и деньги в кассе должны соответствовать 10% от суммы всех обязательств, суммы всех вкладов или суммы всех требований, которые могут быть единовременно представлены. Так вот, в обычных условиях предполагается, что больше 10% людей одновременно прийти не могут. То есть это тот самый край, после которого начинается коллапс любого финансового учреждения. То есть если приходит 11% или приходит 50% всех вкладчиков или всех кредиторов, то любой банк останавливается. Механизмов, которые могли бы помочь удержаться на плаву у государства, не существует. Поэтому обычно это воспринимается как большая проблема. И любое предприятие обращается к государственному органу, например, к кабинету министров, министерства экономики, министерства финансов или к Национальному банку своей страны с просьбой подставить плечо. То есть либо издать облигации на определенную сумму, чтобы можно было продать их, либо получить какие-то живые деньги в виде кредитов, кредитов под ставку рефинансирования. На межбанке можно покупать деньги у других финансовых учреждений. Но для кредитных связок такого механизма нет. Если государство не готово выделять деньги на финансирование финансовых учреждений, которые попали в сложное экономическое положение ввиду кризисных явлений. То есть паника это как волна людей, которые приходят моментально забирать все. И если вдруг кому-то что-то не выдали, всех обвиняют в мошенничестве. Для того, чтобы люди не страдали ни за что, принимается решение о том, что государство готово рассматривать определенные механизмы, по которым любое условно-проблемное финансовое учреждение помещается в некий инкубатор, где все происходит по-другому. То есть не процедура банкротства, а процедура восстановления платежеспособности. Не поиск денег на стороне, а поиск денег от государства. Не создание своих собственных стабилизационных фондов или остановки вообще своей деятельности, а привлечение институциональных инвесторов, такие как объединенные кредитные союзы или финансовые учреждения, банки, которые уполномоченно будут обслуживать, например, помощь государства для этого финансового учреждения. Все это вместе решение проблемы, а не проблема самого финансового учреждения. В момент, когда по какой-то причине все вкладчики могут прийти к финансовому учреждению, к дверям, как сейчас останавливается, 20 банков одновременно, потому что невозможно удержать активы в платежеспособном состоянии ни одному финансовому учреждению во время кризисов. И возникают непредвиденные ситуации. Те, кто кредитовал, и у них много заемщиков, перестают получать от этих заемщиков возвраты по кредитам, потому что люди начинают просить реструктуризацию, просить отсрочку, или вообще просто не могут выплатить ввиду отсутствия работы, ввиду изменения своего социального статуса. И люди, которые работали, теперь не могут работать. Эти люди должны переехать в другую страну или в другой город, найти там себе место под солнцем и возможность зарабатывать деньги. И все очень сильно изменяется, в том числе и для банкиров. Поэтому банкиры для себя придумали механизм. Мы взяли отдельно проблему кредитных союзов, инициировали вопрос перед депутатами Верховного Совета о том, что эта проблема не решается уже на протяжении предыдущих шести лет и не решится на протяжении следующих шести лет, если никто сейчас не будет принимать решение, вот прямо сейчас. Возник вопрос о том, каким образом это сделать. Придумали механизм, по которому определенным образом создается временный регулятор, который выводит с рынка проблемные финансовые учреждения, либо помогает им оздоравливаться. Не в плане том, как существует сегодня закон о банкротстве, где судья хозяйственного суда не заинтересован в том, чтобы финансовое учреждение оздоровилось. Тем более, что каждый кредитор этого финансового учреждения – это не пять человек акционерного общества, это, как правило, тысячи людей, которые дали туда свои ресурсы. Финансовое учреждение для хозяйственного суда становится обузой, и десятки, сотни, а то и тысячи одновременно лиц, которые участвуют в процедуре банкротства, они перегружают любой хозяйственный суд, любого региона, района, области и так далее. И для того, чтобы этими вопросами занимались специализированные организации, создается некий регулятор. Ну, пока это предложение на уровне депутата Верховного Совета, которые озабочены реально проблемами на финансовом рынке. В пояснительной записке существует несколько цифр. Порядка 100 тысяч вкладчиков различных кредитных союзов сегодня так или иначе испытывают недостаток в средствах своих финансовых учреждений. Пока с рынка выведено 200 кредитных союзов. То есть было их 800, стало их 600. И на этой стадии вот сейчас накапливается новая проблематика. То есть кризис же не остановился. С 2008 года было небольшое изменение ситуации. Как-то там мы начали жить чуть-чуть спокойнее. Но через 5 лет пришел новый кризис, уже политический. И мы находимся в политическом кризисе. Вы знаете, что внутренний валовый продукт, который наша страна производит, он сегодня не увеличивается, а уменьшается. Мы понимаем, что падение на 8% ВВП нашей страны – это достаточно серьезная проблема для всех финансовых учреждений. Потому что кто-то недозаработает, не получит зарплату. Кто-то не выполнит свои обязательства. Какие-то предприятия обязательно обанкротятся. То есть те люди, которые получали кредиты, они не смогут вернуть деньги финансовым учреждениям. Более того, когда все плохо, обязательно растет курс доллара. Как только начинает расти курс доллара, начинается ажиотажный вынос денег из финансовых учреждений. Вот на этой стадии, когда люди захотят конвертировать свои сбережения, хранящиеся под проценты в финансовых учреждениях, в долларовую массу, превращают любое финансовое учреждение в бочку с динамитом. То есть взрывается сиюминутно, как только появляется хоть одна строчка о том, что такое это финансовое учреждение или такой банк. Банк не выполняет свои обязательства. Во всех его филиалах и отделениях по всей стране вырастает очередь из людей. Все это цепная реакция не имеет противодействия. Кроме того, что эта организация должна идти к Национальному банку с протянутой рукой, получать оттуда рефинансирование. И таким образом выплачивать, 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 выплачивать до тех пор, пока паника не успокоится. Но поверьте мне, что в обычных условиях паника успокаивается, когда на рынке все хорошо. Когда мы видим, что там стреляют, там не понимают друг друга, там политики раскачивают ситуацию, рассказывают, как все плохо. Один блок идет с одними тезисами, другой блок идет с другими тезисами. И мы понимаем, что ситуацию экономическую будут постоянно раскачивать. Очень много доверчивых людей и очень много людей, которые боятся за свои сбережения, выстраиваются моментально в очереди. В этом случае из тех 607 кредитных союзов, например, которые остались, и из 170 банков, которые сегодня на территории Украины работают, любой из финансовых институтов может оказаться в роли жертвы. На кого покажут пальцы. Если такой регулятор, как, например, фонд гарантирования вкладов, объявляя о том, что на рынке существует 47 банков, 47 банков, так чтобы вы понимали, это 33% от всей банковской системы, находятся в стадии приостановки своей деятельности. И фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспокоен тем, что он не сможет выполнить свои обязательства. И вот с этого момента начинается цепная реакция по всем любым, любого уровня и любой гарантированности финансовым учреждениям. И если так все плохо в 47 банках, то что думает наш вкладчик? Он думает, а что же тогда происходит в других финансовых учреждениях? Таких, например, страховые компании. Выполнит ли мне страховая компания обязательства по моему взносу по гарантированию жизни? Или выполнит ли кредитный союз свои обязательства по возврату денег? Ведь мы знаем, что 200 кредитным союзам не помогли. То есть 20 банкам не помогли в своей жизни и 200 кредитным союзам не помогли. Было 190 банков, стало 170. Было 800 кредитных союзов, стало 600 кредитных союзов. То есть мы незаметно, незаметно, незаметно получаем проблемы, которые не имеют своих решений. Для того, чтобы решения можно было хоть какие-то получать, возникает предложение от самих идеологов работы рынка, от самих профессионалов, работающих на этом рынке, от компаний и организаций людей, которые понимают, что на этом рынке происходит. И очень мало, на самом деле, людей в парламенте, которые глубоко проникают в проблемы. И здесь нужно отдать должное, например, Александре Владимировне Кужель, которая на рынке кредитной кооперации является чуть ли не рупором. И каждый раз, когда возникают проблемы, там появляется Кужель со своими наработками, обещаниями, со своей интенсивной работой, на самом деле. Потому что у нее в кабинетах постоянно происходят встречи руководителей разного уровня для решения вопросов на государственном уровне. Мы не видим со стороны других депутатов заинтересованности в том, чтобы решить проблему. То есть проблему решают с помощью наказания последствий. То есть последствия, виновный, кто виновен, козел отпущения, козел отпущения в тюрьму, проблема не решилась. То есть никто не собирается решать проблему на уровне того, чтобы рассчитаться, например, складчиками. Все решают проблему на уровне найти негодяя, который каким-то образом руководил этим предприятием, посадить его в тюрьму. И из-за этого люди по пять лет сидят в тюрьме абсолютно без приговоров. Потому что к ним мало что можно предъявить. Они оказались в сложной экономической ситуации из-за того, что государство не настроило механизмы. То есть государство не предоставило механизм выхода из кризиса финансовому учреждению тогда, когда этот механизм должен включиться. Вся экономика нашей страны настроена только на одно – работу во время экономического подъема. Во время экономического спада все закрывают руками голову, все надевают каски и все уходят в подполе. Но я имею в виду чиновников. «Меня не трогайте, это не моя проблема, мы это никогда не решим, денег в бюджете нет, никогда такой закон никто не примет» и так далее. То есть мы все это слышим на протяжении шести лет с 2008 года. И тут есть два выхода. Либо вообще отсутствие каких-либо регуляторов, где рынок сам все определит, но тогда и не надо использовать инструменты регулирования для фискального или какого-то там другого давления на сами финансовые учреждения. То есть нет кому обратиться вкладчику, да? Соответственно, нет последствий и нет требований от этих инстанций на жесткие карательные меры. Оно само определяется внутри на уровне положительной или неположительной репутации финансового учреждения. Рынок сам все регулирует, люди все понимают. Как только появляется карательная функция у одного из регуляторов, будь то национальный банк, госкомиссия, национальная комиссия или еще какой-то орган, в этот момент возникает рычаг давления на МВД. МВД ищет козлов отпущения, козлы отпущения в тюрьме. Никто не решает проблему конечного потребителя, назовем его так, конечного вкладчика, у которого таки нет денег в руках. Потом документы изымаются, распродаются там где-то по треть цены, теряются эти все документы и никогда невозможно вернуть хотя бы одну копейку, потому что все разворовывается на любом уровне. Чтобы этого не происходило, мы предлагаем создать реальный механизм работы специального регулятора, который будет заниматься финансовыми учреждениями, в случае, если идет экономическая рецессия. Если все хорошо и подъем, госкомиссия, национальная комиссия. Если спад, экономическая проблема, занимается другой регулятор. Предприятие, которое туда попадает, оно попадает в реальные условия, инкубационные, в которые нельзя вмешаться извне. То есть нельзя милиционеру прийти и все забрать, нельзя службу безопасности Украины прийти и все забрать, нельзя прокуратуре прийти и все забрать, нельзя госкомиссии прийти и все забрать. Ничего нельзя сделать. Существует регулятор, который говорит, не трогайте, мы сами разберемся в работе этого финансового учреждения. Кредиты индексируются и определяются, как по ним будут идти платы. Вклады индексируются и определяются, как по ним будут происходить возвраты. Когда это все в рамках одного регулятора управляется и никому не дается возможность залезть туда и потоптаться грязными ногами, в этот момент определяется будущее этого предприятия. Если воровали деньги и нет активов, значит это предприятие выйдет с рынка с проблемами и закроет руководителей в тюрьму за то, чтобы не воровали. Если есть активы и успокоенные вкладчики ждут, когда эти активы, работая, начнут им возвращаться деньги, в регуляторных принципах этого большого механизма будет заложено, что все останутся довольны, все останутся при своем. Для этого нужен большой серьезный проект, большой серьезный закон. И этот закон нельзя сегодня не принять. Если кто-то попытается в очередной раз устроить политические игры, то закончится это тем, что опять эти 100 тысяч человек, вот эта зона риска увеличится до 300 тысяч человек. Оттуда может быть еще больше. И если те оставшиеся другие миллионы человек будут понимать, что у них нет гарантии в случае рецессии, то эти миллионы человек со временем найдут свое определенное время предъявить претензии финансовым учреждениям. Самое сегодня серьезное, что происходит на рынке, это то, что к этому закону, на один пункт раньше, идет закон, по которому пытается государство ужесточить санкции против руководителей финансовых учреждений, то есть найти тех самых козлов отпущения, по которым они будут рапортовать, что работа выполнена. Но опять-таки этот закон, он нужен, наверное, только для того, чтобы тех чиновников, которые до этого имели определенные проколы в своем образовании, в понимании, как работает рынок, или вообще занимались тем, что занимались бандитизмом на этом рынке, они готовили финансовые учреждения, как камикадс на принесение в виде жертвы. То есть эти люди пытаются протащить закон, где не они будут виновны, потому что виновными являются сегодня не руководители финансовых учреждений, а те чиновники, которые не предоставили инструмента, механизма работы во время рецессии. И как только мы обращаемся к людям с требованием наказать чиновников, которые во время кризиса 2008-2014 годов допустили разрушение финансовых учреждений, разрешили изъятие документов, разрешили потерю этих документов, разрешили уничтожение большого, слаженного, хорошего, работающего механизма кредитования населения, то есть эти люди должны понести наказание. Но эти люди сегодня, перекрасившись в разные формы, продолжают работать. А виноваты руководители финансовых учреждений, которые уже сидят в тюрьме, которых много. О них там 200 кредитных союзов, 50 человек из них сидит в тюрьме. Остальные просто прекратили свое существование. Чтобы этого не допускать в будущем, потому что 607 финансовых учреждений, кредитных союзов, которые продолжают работать, в том числе для них нужны эти инструменты. Закон очень-очень вовремя. Закон не просто позволяет спасти десятки, а то и сотни других финансовых учреждений, которые еще не получили проблему, которые получат проблему тогда, когда ВВП страны таки упадет на 8%, когда экспортно ориентированный производитель перестанет что-либо отправлять за границу, когда закроют импорт для того, чтобы скомпенсировать потребность в долларе, потому что импортный товар начинает давить на курс гривны относительно доллара, потому что надо товар продать, купить где-то валюту и отправить валюту за границу. Как только вот эти все механизмы сдерживания государство начнет включать, моментально упадет производительность любого производителя в Украине. Все изменится моментально, потому что люди не получат покупательский спрос. И казалось бы, они поддерживают производителя, прекращая импорт, но на самом деле происходит уменьшение покупательского спроса населения. Уменьшение покупательского спроса ведет моментально к остановке десятков, сотен тысяч предприятий. Моментально отражается все на финансовой системе, моментально получается проблема под стенами кабинета министров с флагами, с рупором в руках, и давайте кого-нибудь найдем, уничтожим, посадим в тюрьму, пусть они там гниют, а мы будем бороться за свое. То есть для того, чтобы этого не было, нужен закон, регулятор, который поможет выводить с рынка проблемные финансовые учреждения, оздоравливать их и снова заводить на рынок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова